Честно говоря, я не стал бы этого делать. Не потому что мне это безразлично, а потому что, на мой взгляд, все очень сильно поменяется, если поменять фокус взгляда на этот вопрос. В свое время из Англии тоже уезжали лучшие, и они сделали Америку, как вы правильно сказали. Только эта Америка для Англии не потеряна. Долгое время она была частью Англии, частью Британской империи. Сейчас это на ближайшие союзники, ближайшие партнеры. Соответственно, если посмотреть на опыт китайцев, китайцы, уезжая в другие страны, остаются китайцами. Малые Китая. Да, они делают чайнотауны. И можно посмотреть на происходящее, как на инвестиции Украины в свое будущее. Наши люди едут в мир для того, чтобы напитываться новым, для того, чтобы потом это привнести нам в нашу культуру, в наше общество, в нашу страну. Задача сделать так, чтобы они не перестали быть украинцами. В 21 веке все намного проще. Слава скайпу, можно прекрасно общаться через любые расстояния. Главное, чтобы эти люди не теряли контакт со своей родиной, чтобы у них не возникало желания сделать вид, что они местные, где бы они ни жили. И тогда, во-первых, семейные связи сделают так, что они будут что-то новое сюда привносить. Практически взгляд на то, как устроена жизнь в тех странах, на которые украинское общество хотело бы быть похожим. Не красивые рекламные буклеты, а в какую булочную ходят, как решают бытовые конфликты. На мой взгляд, это очень сильно поможет Украине, и именно если это будет неофициально. То есть этих людей можно воспринимать, тех, которые уезжают, послами доброй воли.